Как оказать первую помощь до приезда медиков или спасателей? МЧС продолжает проводить онлайн уроки безопасности. На этот раз занятия посвятили первой помощи. Летний период, пора каникул и отпусков. Не обойдется он и без посещения водоемов. Но как оказать помощь тому, кого только что достали из воды? В первую очередь необходимо проверить, дышит ли человек. Если дыхание слабое, то следует приступать к сердечно-легочной реанимации. Делим грудную клетку посередки от соска до соска. Вот таким образом. И от гортания вниз. То есть на перекрестие вложим ладошку в одну из рук, которую вам удобно. Делаем замочек. И делаем 30 надавление на грудную клетку. Также на уроке рассказали, что делать при переломах. Спасатели отмечают, что если под рукой нет шины, с помощью которой пострадавшую часть тела можно зафиксировать, то можно использовать любой крепкий предмет. Например, крепкую ветку или даже плотную тетрадь. Но в любом случае при серьезных травмах без спасателей не обойтись. К ним за помощью можно обратиться по единому номеру спасения. Берегите себя, не болейте, не калечитесь дома, конечно. Запомните номера службы спасения. Это 112, единый номер службы спасения. То есть в случае возникновения какой-то ЧС или нештатной ситуации, всегда скажите, где и что случилось, чтобы к вам выехала нужная служба. Напомним, это уже седьмой онлайн-урок, который проводит МЧС области. Трансляции проходят по четвергам в 16.00 на сайте регионального управления и в социальных сетях. Ранее спасатели рассказывали, как не паниковать в период пандемии, оказывать первую доврачебную помощь при бытовых ранах, учили шить маски и пользоваться порошковым огнетушителем. Субтитры подогнал «Симон»